Всем привет! Сегодня на обзоре новейший, самый большой и самый навороченный игровой монитор от компании Samsung. Новый Odyssey G9 получил космический дизайн, пачку крутых технологий, а главное, невероятное соотношение сторон 32 к 9 в сочетании с почти 50 дюймовой диагональю. Я пользуюсь этой штукой около месяца и в этом видео подробно расскажу про новинку, про то что понравилось, а что нет. Вы на канале CityLink, с вами Олег и Samsung Odyssey Neo G9. Я давно пользуюсь ультра-уайт мониторами. Сначала это была 20 дюймовая модель с соотношением сторон 21 на 9, потом 34, но они не идут ни в какое сравнение с этим гигантом. Хотите наглядно представить его размер? Возьмите два 27 дюймовых монитора со стандартным соотношением 16 на 9 и поставьте их рядом. Таким образом мы получаем огромный монитор диагональю 49 дюймов и соотношением сторон 32 к 9. Кроме диагонали и формата, стоит обратить внимание на его изгиб. Радиус кривизны 1000R. Это ощутимо больше, чем 1500R, который встречается в большинстве изогнутых мониторов на рынке. И это очень сильно бросается в глаза. Odyssey Neo G9 буквально обтекает вас, когда вы сидите за ним. И это очень чувствуется в таких играх, как Cyberpunk. В отличие от Smart Monitor M7 с нашего прошлого обзора, экран нового Odyssey можно регулировать по углу, наклону и высоте. Я смог с комфортом разместиться на своем столе, повернув в нужное положение и настроив его по высоте. На тыльной стороне монитора находится один DisplayPort версии 1.4 и два HDMI версии 2.1. Имеется также аудиоразъем и USB Hub 3.0 с двумя разъемами. А также вы можете снять ножку монитора и повесить его на шарнир. Для этого предусмотрено вес окрепления 100 на 100. От обычного Odyssey G9 новому Neo досталась RGB подсветка шарнира Infinity Core. Она может работать как в статичном режиме, светясь каким-то одним цветом, так и переливаясь с различными эффектами. Радуга, вспышка, двойная вспышка и дыхание. Новой же фишкой стала функция Core Sync. Благодаря ей подсветка синхронизируется с игрой и подсвечивает шарнир в цвет того, что происходит на экране. Функция классная, но немного подкачала реализация. Во-первых, ее включение совершенно не интуитивно. Для активации нужно включить статический режим и только после этого Core Sync станет активным и его можно будет включить. Во-вторых, подсвечивается только шарнир, поэтому даже полностью выключив свет, я ее не особо замечал. Надеюсь, в следующем поколении Samsung добавит подсветку еще и по контуру дисплея. Еще одна фишка с сомнительной полезностью. Крючок для наушников на стойке. Возможно, владельцам беспроводных гарнитур это будет удобно. У меня же обычный полноразмерный на проводе. И каждый раз их туда тянуть бессмысленно. Про экран скажу просто. Лучше из тех, какими я успел попользоваться. Тут установка кулет матрица 49 дюймов. С разрешением DQHD 5120 на 1440. Что эквивалентно двум QHD мониторам. В конструкции дисплея нового монитора используются технологии квантовых точек и подсветки на базе мини-лед. В промо-материалах эти технологии называются Quantum Matrix и Quantum Mini-LED. Благодаря этому улучшилась цветопередача, повысилась контрастность и яркость. Как итог, максимальная яркость достигает 2000 кандел, а цветовой охват 125 sRGB. Субъективно, картинка выглядит невероятно. Сочно, насыщенно, ярко. Особенно это было заметно после того, как я перешел на новый Odyssey со своего прошлого монитора. Xiaomi Mi Surface Display 34. Хотя в своей ценовой категории он тоже считается вполне неплохим решением. И более того, построен на матрице производства Samsung. Что в работе, что в повседневном использовании, что в играх. Новинка наголову превосходит мой монитор. Но в первую очередь, Odyssey это игровая линейка. Чтобы соответствовать профилю, он получил частоту обновления в 240 Гц со временем отклика в 1 мс. Есть и технологии синхронизации. Nvidia G-Sync и AMD Freescale Premium Pro для устранения разрывов кадров. При этом для многих разница между 144 и 240 Гц будет не очень заметна. Но я заядлый игрок в танке. И был приятно удивлен, что эта картошкина игра может быть настолько плавной. А что говорить про более динамичные Back 4 Blood и Battlefield 2042. Хотя приходится привыкать, что у тебя такой широкий обзор в игре. Но и плюсы от этого есть. Становится видно куда больше. Хотя иногда глаза все-таки разбегаются. А в играх с открытым миром и видом от третьего лица по типу Horizon Zero Dawn, God of War или Red Dead Redemption офигенно круто выкрутить угол обзора и наблюдать все вокруг. Это все довольно сложно описать. Насколько удобно так играть. И насколько игра воспринимается круче из-за такого соотношения кадра. Прям полное погружение в игру. Меню настроек позволяет как положиться на волю автоматики, так и дотошно подстроить параметры под себя. В первом случае достаточно включить опцию Adaptive Sync, которая самостоятельно подбирает оптимальное сочетание с частоты и временем отклика. Можно заняться и ручной настройкой, уменьшить задержку, менять герцовку, изменять время отклика. Имеется даже эквалайзер черного цвета, где вы можете изменить его глубину. Можно схитрить и в шутерах без прицела сделать его виртуальную версию. Есть и настройка режимов изображения. Постандартно установлен режим пользовательский. И на всех режимах выставлена яркость в 11 единиц. Что довольно странно и в то же время понятно. Мы имеем пиковую яркость 2000 канделов, что очень много. То есть даже если мне светит солнце на экран, я все прекрасно вижу. В то же время, когда наступает ночь и на экране появляется что-то белое, то это прям как флешка в CS. Слепит ножа. Ай, я маслину поймал. Поэтому пришлось снизить яркость до 60 единиц. А когда записывал видео, где он был на фоне, вообще скидывал до 40 единиц. Из всех режимов я выбрал sRGB. На 60 единицах яркости он мне показал самым оптимальным из всех. Но можно выбрать из других пресетов. Высокая яркость, FPS, RTS, ролевые игры, AOS, кино и автоконтраст. Каждая из них имеет свои настройки яркости, цвета, контраста, четкости и уровня глубины черного цвета. Например, игровой FPS довольно высветлен, чтобы вы могли увидеть все даже в самом темном уголке замка или катакомб Elder Ring. Но если вам ни один не подошел, вы всегда можете поставить пресет пользователя. И подстроить изображение полностью под себя. Хотя новинка и поражает своим вытянутым форматом. Такое широкое пространство не всегда нужно. Самсунги это учли и подготовили несколько альтернативных режимов работы. Первая это программа Easy Setting Box, которая позволит вам поделить экран как на предустановленные варианты, так и созданные вами. Я, например, большую часть времени использую ее в соотношении 40 на 60. Так и в Discord удобно смотреть и играть на оставшихся 60% экрана. Что приятно, совместима она не только с нашим Odyssey, но и с другими мониторами. Второй вариант это вшитые в монитор две функции, где нам больше всего, конечно, интересно первое. PPP, Picture by Picture, две картинки рядом. И PIP, Picture in Picture, картинка в картинке. Как это работает? Вы подключаете к монитору не один, а сразу два источника, к двум разным разъемам. Например, ПК и консоль. Или ПК и ноутбук. Или подключаете оба провода к вашей видеокарте. После этого заходите в настройки монитора и включаете Picture by Picture. По сути, вы просто делите ваш монитор на два 27-дюймовых 2K монитора. Два в одном, как говорится. Можно выбрать формат соотношения сторон. С какой стороны будет располагаться тот или иной вывод. Но есть ограничения, но такое используемое в случае с ПК. Как только вы разделяете так экраны, делится и герцовка. Было 240 на одного, осталось 120 на двоих. Но в любом случае, совместно со встроенной технологией, это более чем достаточно для динамичной игры. И небольшая плата, вместо того, чтобы покупать два игровых монитора. Все это работает и с консолью. То есть можно спокойно играть в God of War и смотреть стрим на фоне. К игре на ПК это тоже относится. А вот Picture in Picture не сильно удобно использовать. Это та вторая штука, которая мне не сильно вкатила, о которой я говорил ранее. Причина этому в том, что она не дает возможности выбрать, куда себя поставить. А только размещает по четырем углам и изменяет размер. А так было бы удобно, если бы ты сам мог управлять размещением этого маленького экранчика. Выводите нужную тебе информацию в любое из удобных мест. Получается так, что она закрывает часто половину интерфейса. Ведь в играх по всем углам что-то дорасположено. Что же по итогу? Мы получили логическое продолжение линейки Odyssey G9. Которая сохранила плюсы прошлого поколения и в то же время предлагает еще более качественную картинку. Очевидно, позволить себе этого красавца смогут не все, особенно в свете последних событий. Однако те, кто его купит, не пожалеют ни секунды после того, как проведут за ним хотя бы час. Пишите в комментариях, хотели бы вы такой монитор и каким пользуетесь сейчас. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо за просмотр и пока!